МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1950 год. В небольшом амурском поселке с гордым названием «Прогресс» начинается одна из самых масштабных строек в Преамурье. Возводят райчихинскую ТЭЦ. Сначала появляются жилые дома для работников будущей станции. Уже в начале 1951-го приступили к промышленному строительству. Всего за два года первая очередь главного на тот момент энергетического объекта Преамурья была запущена. Райчихинская ТЭЦ начала свою работу. До этого времени в регионе такого сильного источника энергии не было. Необходимость сооружения станции была вызвана ростом электропотребления и развивающимся, активно развивающимся разрезом, угольным разрезом, месторождением, даже райчихинским месторождением, которое теперь уже снабжало не только уголь, которого использовался, вернее для снабжения, не только обеспечивая тягу паровозов на Транссибе и в топках пароходов, но и активно стал использоваться в энергетике. В 1963 году в работу был введен турбоагрегат К-1235 мощностью 12 тысяч киловатт. В итоге электрическая мощность станции достигла 68 тысяч 500 киловатт. Электроэнергия и тепло, которые вырабатывала станция, шли для обеспечения работы угольных разрезов комбината «Дальвостуголь» города Райчихинска, поселков Прогресса, Новобурейский. В скором времени к ТЭЦ подключились десятки сельхозпотребителей, а также город Благовещенск. В 1967 году начала действовать вторая очередь ТЭЦ. Предприятие переименовали в ГРЭС. Активное развитие станции, рассказывает директор предприятия, продолжалось до 1970-х годов. С того времени началось использование теплового потенциала объекта. В период максимального потребления он пришел электрической энергией, надо так сказать, электрическая энергия пришелся на 60-70-е годы. А дальше, если помним историю, пуск в работу зейской ГЭС, он, собственно, произошло сокращение потребления электрической энергии, вырабатываемой ГРЭС. В этом небольшом помещении вот уже более полувека располагается сердце райчехенской ГРЭС, электроцех. На сравнительно небольшой площади установлены панели управления и защиты оборудования. Аппаратура исправно работает с 1953 года, хотя недавно часть старых панелей заменили на новые. Производится контроль всех составляющих, то есть напряжение, ток, то есть контролируется частота генератора, частота сети, то есть на зоногрузке, которую у него станция, производится контроль. Также напряжение по линиям, то есть за всеми техническими параметрами оборудования, наблюдение ведется именно здесь. Наблюдение ведут круглосуточно. В дневные и ночные смены выходят по 4 человека. Ольга Козлова отработала в таком темпе на главном щите управления 17 лет. Сейчас здесь же уже 15 лет трудится ее сын. Ну, изменилось. Во-первых, все стало автоматизировано. Было у нас не так. У нас и приборы другие были. Было все стрелочное. Никакой электроники, можно сказать, не было. Все как бы, ну, так-то работа та же, но все автоматизировано. Да и ответственности стало больше, говорит Ольга Козлова. Сейчас она инженер по ремонту в отделе планирования и ремонта. В общей сложности женщина отдала ГРЭС почти 40 лет своей жизни. Ее супруг Александр немного меньше – 27 лет. Все эти годы мужчина работает водителем автобуса. Я пришел сразу на автобус такси и по сиденью на автобусе работаю. Продолжателем семейной династии стал и второй сын супругов. Он тоже пошел работать на ГРЭС. Семья Козловых не единственная, чья жизнь оказалась связана со станцией. Таких семейных подрядов, говорят, здесь довольно много. Предприятие стабильное, градообразующее, всегда готово взять на работу молодых специалистов. Сегодня Райчихинская ГРЭС – старейшее энергетическое предприятие Амурской области. Несмотря на свой статус, здесь шагают в ногу со временем. На протяжении нескольких лет активно идет процесс автоматизации производства. Его запустили в 2004 году. Тогда, рассказывают на предприятии, к ним приезжали подрядчики, устанавливают автоматизированную систему управления технологическим процессом, или просто АСУ-ТП, на испарителе мгновенного вскипания. Сотрудники энергопредприятия опыт у западных подрядчиков переняли и решили автоматизировать все производство. Говорят, поняли, что так работать будет проще. Да и следить за всеми процессами можно будет легче. Начали все с котельного цеха. АСУ-ТП смонтировали котла номер 6, после этого котел 7, турбины 2, 6 и 7. Самое последнее в этом году мы смонтировали АСУ-ТП на станционной теплофикационной установке. Чтобы установить автоматическую систему, специалистам ГРЭС пришлось выполнить монтаж и перемонтаж всего оборудования, проложить новые кабели, установить все необходимые датчики. Над выполнением сложной работы думал весь коллектив станции. Модернизировали объект с помощью каждого работника предприятия. Автоматизировано примерно на 70%. Осталось нас смонтировать АСУ-ТП на котле 8 и 9. Все остальное уже охвачено. Есть небольшие, конечно, еще недоделки. Но я думаю, в процессе работы мы их устранили. Тот самый котельный цех, с которого началась автоматизация энергопредприятия. Здесь сразу две очереди среднего и высокого давления. В последние четыре котла, которые работают на два турбоагрегата. Они вырабатывают электрическую и тепловую энергию для отопления прогресса. Если раньше за всеми процессами здесь следили с помощью вот таких приборных панелей, то сейчас специалист видит все, не выходя из диспетчерской. Работа огромного механизма со множеством сложных систем отображается на небольшом экране монитора. Все режимы видно более тонко. То есть раньше как бы щит тоже, ну, раньше тепловой щит, как вот на 8-м, 9-м. Ну, как бы более грубо. Более тонкие настройки можно сделать по компьютеру. Более видно картину лучше процессов, происходящих в котле. То есть все выведено у нас сейчас на компьютер. Между тем, убирать старую аппаратуру, установленную еще в 50-х, не стали. Говорят, оставили для надежности. Все же полвека она работает без сбоев и проблем. Во время экскурсии по котельному цеху журналисты обратили внимание на импровизированный духовой шкаф, который, как оказалось, использовали работники ГРЭС еще полвека назад. Импровизированная печь появилась в воздуховоде. Он нужен для просушки топлива и его транспортировки в топку. В проекте такого чуда техники не было. Сделали печь сами работники станции. На автоматизации производства новшества на Рачихинской ГРЭС не закончились. В 2005 году здесь установили уникальное оборудование. Поставили единственную на Дальнем Востоке термообессоливающую установку. Она позволила уйти от использования оборудования, ставшей малоэффективной первой очереди – турбина номер 4. Данная установка с момента монтажа 2005 года проходила только текущие ремонты. Таких основных больших капиталовложений не требует. Простота в обращении. Ни одной аварии на установке не было. Она же позволила значительно снизить эксплуатационные затраты на обессоливание воды. В настоящее время модернизация Рачихинской ГРЭС продолжается. Так, в 2016-м здесь заменили коллектор поперечной связи котлов высокого давления. В 2017-м проведен монтаж генераторного выключателя. Сейчас идет у нас реконструкция электросилового хозяйства. Это монтаж идет от двух выключателей 110 кВт. Меняются на элегазовые. Также, согласно программе модернизации 2002 года Рачихинской ГРЭС, идет у нас установка резервного трансформатора собственных нужд. В инвестпрограмме заложены такие мероприятия, как реконструкция главных паропроводов котлов 6.7, турбин 6.7, реконструкция временного торца, котельного турбинного цеха второй очереди. Это наша система дистанционного мониторинга по насосным станциям. Здесь мы можем увидеть название насосных станций, технологические параметры, технические параметры, регуляторы. Современной системой на Рачихинской ГРЭС оснастили и цех тепловых сетей. Здесь занимаются эксплуатацией и ремонтом теплосетей, которые находятся в собственности ДГК. Эксплуатацию мы ведем собственным персоналом. По установленному температурному графику поставляем теплоноситель до потребителя, чтобы была комфортная температура в квартирах у потребителя. Ремонты выполняем собственным ремонтным персоналом и персоналом подрядчика. Дмитрий Усок рассказал, принимать теплосети в собственность компания начала в 2009 году. Сегодня на счету предприятия более 80 километров турбопровода. Из них около 30 километров сетей пришлось ремонтировать, что-то и вовсе заменять. Сейчас все теплосети в исправном состоянии. В этом году Райчихинская ГРЭС отмечает юбилей 65 лет. Все это время станция работала без сбоев на благо всей Амурской области. Сегодня на предприятии уверенно смотрят в будущее и говорят, потенциала станции хватит еще не на один десяток лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова